Я не понимаю попытки кремлепотов перевести все внимание на Украину. Например, когда я жил в Магнитогорске, у меня в жилом доме 10-ти этажки не было газа. В нашем доме не было газа, прикиньте, в России. Хотя у многих домов в Магнитогорске газ есть, а у нашего не было. Когда я в Нью-Йорке об этом рассказываю каким-то людям, которые понимают русский язык, они начинают дико ржать. Как это так? Россия же говорит, что она супер-мега-держава нефтегазовая. Не может даже газ провести всем. Серьезно? Ну вот у людей это вызывает смех. А если об этом где-то написать в ВК, то кремлепоты переведут стрелки на Украину. И у меня вопрос. Мне, как бывшему жителю Магнитогорска, какое было дело до газа в Украине? Я жил в Челябинской области, в Магнитогорске. И мне все это время, если бы говорили, а что в Украине? Да какая разница мне была, что в Украине? Ну вот серьезно. Причем здесь вообще Украина. Это с 2007 года примерно я там жил, и газа там не было. Так вот, у кремлепотов хоть раз получилось у кого-то отвлечь внимание? Вот я жил в Магнитогорске. В моем доме газа не было. Кому не расскажу, ржать начинают. Типа как так? Это же нефтегазовая страна. У вас там что? Не у всех газ, оказывается, есть. А что тогда говорят? Или газ не для всех? А? Ну вот у людей это смех вызывает. Так вот, мне в последнее время боты пишут такое, что уши в трубочку. Как хорошо, что я оттуда уехал. Слов просто нет. Прилетел необычный комментарий. Василий, а что ты про российские туалеты говоришь? Ты посмотрел, что на украинские туалеты. А как Украина влияет на наличие, вернее, на отсутствие российских туалетов? Я детство провел в российской деревне. Я все каникулы школьные в российской деревне проводил. Там у всех туалет на улице. И до сих пор туалет на улице. Вы думаете, там людям газ провели? Или туалеты провели? Нет, там водонаборная башня Советского Союза, которая стояла, которая не работала вообще при мне никогда. Она уже упала давно. Ее на металлолом распилили. Это все изменения. Ну и полдеревни спилось. Какое отношение Украина имеет к российским туалетам? Вот скажите мне, пожалуйста, мне, как человеку, который вырос в России, какое отношение Украина имеет вот к этим туалетам? Какая связь? Я не понимаю. Я в детстве жил в Украине, в Крыму. Где Украина? Где Россия? Какая связь с туалетами? Я не понимаю. Но зато триколорные аватарки. А Америка каким боком к вашим туалетам? Мне, как бывшему россиянину, интересно, какая религия в России запрещает иметь туалет дома. Ведь, как выяснилось, то деньги-то в России есть. Но не на россиян, верно? Так из чего в России сложилась статистика? Традиционные ценности? В минус 30 попоморозить? Что? Чтобы свежая была, что ли? Морозная свежесть? Чтобы прикольно пощипывала? Вы пробовали в минус 20 ходить в поле лет на улице в деревне, когда темно? Когда тысячи ужастиков насмотришься. А я пробовал. Знаете, это не очень весело. Ты туда, как сайгак, по сугробам скачешь, чтобы побыстрее. Туда еще не упасть надо. Это очень важно. И назад очень быстро. В тот момент не думаешь, где Украина, где США, при чем это здесь все. Я в детстве жил в Челябинской области. В принципе, я в 32 года оттуда уехал. Где Челябинская область, туалеты, там в деревнях такая же проблема с туалетами. И где Украина? Вот какая связь? А где Америка? Тем более, что Америка мешает туалеты вам поставить, да? Америка мешает. Что, все туалеты скупил у вас, да? Или что? Вы серьезно думаете, я сейчас пойду сидеть, читать, читать, статистика, почему так сложилось? Да ничего у вас там не изменится. Видно же. Вы защищаете это право ходить в туалет на улицу. Бот вы, Кремлебот или человек, мне это не важно. Я вижу, что очень многие люди из России защищают право ходить в туалет на улице. Как у Наутилус Пампилеус. Песня. Что-то люди молятся на то, что их нищета гарантирована. И это видно. У него наши волосы дымом стали. Что это?